На этой неделе мы читали недельную главу В.Р.А. И краткое содержание ее следующее. Гости у Авраама, три ангела. Обещание сына. Авраам спорит с Богом за Содом. Ангелы у Лота в Содом. Разрушение Содома, дочери Лота. Дальше жизнь Авраама и Сары у Авимилеха. Рождение Цхака. Изгнание Ишмаэля. Союз Авраама с Авимилехом. И дальше связывание Цхака. История. Это Бог обращается к Аврааму с просьбой. Авраам исполняет то, что Господь его попросил. И благословение, которое следует за этим. И история о рождении Ривки. Значит, на что бы я хотел обратить наше внимание сегодня. Значит, вот часто мы размышляем над тем, вот почему Бог избрал того или иного персонажа библейского. Ну и, соответственно, многие наверняка задаются, а, собственно, за какие заслуги я тут, да? Ну, не я, а вот каждый из нас, да? Каждый для себя этот вопрос должен задавать. И вы знаете, вот в нынешней недельной главе, кстати говоря, поднимается, собственно, вопрос избрания Авраама и дальнейшего народа, который от него происходит. Значит, это у нас, получается, Бытие, 18 глава, 17 стиха. Я читаю перевод Йосифона. И Господь сказал, утаю ли я от Авраама, что я сделаю? А Авраам ведь должен стать народом великим и могучим, и им благословятся все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя соблюдать путь Господень, творя добро и правосудие, дабы Господь доставил Аврааму, что сказал о нем. И тут сам Господь, как бы, объявляет, собственно говоря, суть избрания Авраама, да? Ибо я избрал его для того. Синодальный перевод многие другие еврейские переводы тоже используют слово избрал, но оригинал текста и некоторые переводы дают более точную формулировку, в которой говорится, ибо я узнал тебя. То есть, другими словами, значит, ибо я знаю, что ты заповедуешь сынам своим и дому своему после себя соблюдать путь Господень. Причем слово соблюдать, там слово вот именно хранить, шомер. Шомер это страж, это хранитель. Кстати, слово самурай, скорее всего, имеет то же самое происхождение. Самураи были охранниками, стражами, торговым караваном, которые следовали на восток для торговли. Так вот, интересные моменты получаются. Всего лишь одно небольшое место на столько интересных откровений. Значит, получается, что можем ли мы из этого места выяснить, за какие заслуги Бог избрал Авраама? Если про Ноя сказано, Ной был праведным в роде своем, и поэтому он нашел милость в глазах Господа. То есть, ну, как бы избранию Ноя для спасения от потопа предшествовало все-таки какое-то хождение пред Богом. Да? Значит, в отношении Авраама мы видим, изначально начинается история с Авраамом с того, что Бог говорит, ходи предо Мною. И Авраам начинает ходить пред Господом. Значит, но тут, и как бы и не сказано, что за какие-то заслуги. Просто Бог сказал Аврааму, Авраам послушался. И здесь Бог говорит, я знаю тебя, что ты заповедуешь. То есть, получается, что с одной стороны, как бы никакое прошлое Авраама не определяло то, что он был избран. И тут мы можем увидеть, что акцент все-таки делается на какой-то конкретной цели, которую Бог имеет для Авраама. А в чем же эта цель? Значит, вот этот перевод говорит, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, хранить путь Господень, творя добро и правосудие, дабы Господь доставил Аврааму то, что сказал о нем. То есть, другими словами, у Бога есть определенный особый замысел для всего человечества. И замысел этот он хочет реализовать через Авраама, которого он уже предузнал. Описание нам говорит, что тех, кого он предузнал, тех я оправдал. То есть, он предузнал Аврааму, и поэтому он смело доверяет Аврааму определенную миссию. В чем заключается эта миссия? Хранить путь Господень, творить правду и суд. То есть, Бог дает откровение о себе. Почему? Потому что изначально, мы знаем, Адам имел общение с Богом в Эдемском саду. Но в силу греха Божий образ был очень и очень искажен. И откровение о том, кто есть Бог, какой Он, и что Он желает для человека, это на самом деле есть нечто уникальное и эксклюзивное, чем владеет только Авраам и его сыновья, и его дом после него. И Бог это откровение дает, и Он говорит, храните его. Но не просто храните, как, знаете, вот взяли, закрыли, где-то закопали и хранят. Помните историю про господина, который, уходя, оставляет своим рабам определенные полномочия, определенную власть, определенные деньги дает для того, чтобы реализовать вот эту власть. И там был один такой, который взял, просто спрятал это, а когда хозяин пришел, он откопал и отдал. И это оказалось неугодно в глазах господина. Но другие, они взяли то, что им было дано, там деньги, власть, они это реализовали, они это приумножили. То есть, другими словами, они, скажем так, вложили капитал и приобрели прибыль, и потом вернули этот капитал с прибылью. Значит, так вот, у Авраама та же самая задача, не просто взять это откровение и спрятать. Ишуа говорит, что свечу зажегшей не прячут под стол, но ставит так, чтобы она была всем видна. Значит, и вот у Авраама есть определенная миссия хранить это откровение о том, кто такой Бог и чего он желает для человечества. И это откровение реализовывать в том, чтобы жить в соответствии с этим откровением, творя правду и суд. И получается, что, собственно, суть избрания Авраама, она заключена в будущем. Причем, опять же, в этом месте мы видим, значит, что то, что Бог обещает Аврааму, оно может быть получено Авраамом, его потомками и его домом, только в том случае, если Авраам выполняет свою миссию. Дальше мы в этой недельной главе читаем, что в Аврааме будут благословляться все племена земные. То есть это откровение, оно станет достоянием любого человека, который захочет понять, познать, принять Бога, как своего Бога, как своего Спасителя, отойти от этого мира, от этого бунта, в котором находится мир, и действительно покориться под крепкую руку Божию. Ибо Писание говорит, ибо ныне, оставляя времена неведения, Бог повелевает всем и повсюду покается. То есть, что мы можем извлечь из всего вот этого, из этого отрывка? Мы можем извлечь из этого отрывка то, что у Бога есть для каждого из нас цель. И поэтому Бог обратился в свое время к каждому из нас и сказал, ходи предо мною. И более того, Он обеспечил это успешное хождение тем, что, как написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот эта жизнь вечная, это хождение перед Богом, это то, что Сам Бог обеспечил ценой смерти Своего Сына. Понимаете? То есть, другими словами, не наше прошлое определяет наш успех в Царстве Божьем, вхождении перед Богом. Понимаете? Про Авраама не сказано ни слова о его прошлом, но сказано много о его будущем и о Божьих целях для него. И реализация этих целей зависит напрямую от того, как Сам Авраам поступит с тем откровением и с тем повелением, которое ему даровал Господь. Поэтому не смотрите на то, кем вы были в прошлом. И не обращайте внимания на напоминания, может быть, родственников, друзей, знакомых, а иногда и бесы приходят, напоминают об этом. Не это важно. В глазах Бога, на самом деле, важны мы в перспективе того, как Он видит нас. А Он видит нас всех вместе. Вот откройте книгу Библию, книгу Откровений, в самом конце там есть такое скиния Бога с человеками. Так вот, Он видит всех нас там. И если мы действительно не ослабеем и будем следовать тому пути, который Бог даровал, будем хранить это откровение и осуществлять его в своей жизни, то мы обязательно войдем в эту скинию и станем частью ее. И это будет исполнением Божьих обетований. Если же мы уклонимся, то, собственно, библейская история показывает множество примеров, когда люди, будучи частью еврейского народа, утрачивали свое еврейство просто по одной простой причине, что Исаф тот же, он пренебрег и когда захотел получить благословение, уже не мог. Понимаете? Поэтому давайте будем следить за тем, на каком пути мы стоим и следить за тем, как мы действительно исполняем свое призвание.